много-много пропускаю вот я все пропускаю а вот потом одели фильм сниму сейчас я хочу вас а это пропущу мне времени осталось 20 минут сейчас очень важную вещь покажу вот это вот я буду друзья поверьте это будет настолько интересно вы наконец-то правду узнаете за что вы это самое выкапывали из могилы пенали мичурина образа выкапывали вот много чего было узнаете много очень интересных вещей смотрите потом 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 ну вам не будет это не будет чуть не сказал стыдно да вам будет стыдно за современную науку раз вот все мы будем с вами все мы будем сейчас я вам просто только это немножко но это тоже у меня уже сколько пальцев 6 7 забыл это важнейшие темы от этого зависит сад я пытаюсь вас убедить и а вы же старая гвардия все кто там эти 34 человека в начале было сейчас может 20 осталось а может 60 и этого не знаю но внимание давайте вот эту фразу ой какие фразы такое известный ботаник может например быть очень плохим прививальщиком несмотря на то что это делал совершенно тут слово пустое на на простое тут просто опечатка и его исполняет любой приученная паденщица смотрите вот это вот одна из сотен фотографий моем саду догадайтесь какова приживаемость по двое с приводом это не самое длинное вот это вот метр двадцать плюс хвост метр сорок метр пятьдесят у меня есть двухметровая еще есть два двадцать и два сорок и он сам на этом и месяц не выращивали поэтому она все это мерит у нее свои эти показатели мне чего были бы плоды а ей длину надо и ширину надо вот так вот что такое собака завито и так я на свою деятельность еще раз говорю если я 30 тысяч вырастил саженцев до своей жизни значит я наверно сорок или пятьдесят тысяч у меня были неудачи сорок пятьдесят тысяч прививок сделал да ну в отдельные годы я делал по две тысячи по три ну было дело я экспериментировал много я калечил много я очень много браковал и наконец я достиг то что называется практически идеала но как вы понимаете что у меня было о ну я расскажу такие случаи сейчас еще короче раз у меня появляется несколько новых сортов абрикосов громадные невероятно а на второй год они мертвы что получалось с одной стороны огромные плоды это их потенциальные возможности с другой стороны они не жизнеспособны и почему а почему по двое тоже привык принимать привык это брак и вот что получилось когда одна школа уничтожила другую физически воронки тоже приезжали к ним лучшем случае увольняли к черту и надо было идти куда-нибудь работать вот другое место и получалось что вместе с как бы сказать с ребенком вместе с водой ребенка выплеснули из этого из лохани хотели воду и вместе с ребенком то есть получилось так что доказать вещественную гимнезонию в этот период было невозможно о том что несколько коленей которым я посвятил почти 40 лет жизни об этом речи быть не могу это называется песню прервали на самом на подъеме и вот когда мы с вами я еще раз говорю когда мы с вами будем это все изучать я призываю вас пожалуйста не это вот это мои факты видите мои факты это грель вот я хочу чтобы вы поняли следующее все доказательства и полезное и вредное и ошибочное все они все смешалось только из-за неполной биологической совместимости все это так испортило доказательную базу вот так испортило вот где собака зарыта понимаете и получается то ли Мичурин прав они все не правы то ли они правы а Мичурин дурак какими вы представляли а потом самое страшное случилось вот как Оля с Наташей взяли Мичурина это до него сошлались вот Взяли сошлались почему очень было удобно почему так хотелось сказать наоборот чем у Взяли достать цитату у Мичурина здорово вот а Мичурин после этого еще два раза менял свое мнение об этом вы знаете а а где эта книга то что я ее оболгаю от этого фотографию сделал туда от Волога ладно и вот это я так мне осталось 15 минут вот это важнейший момент разная неполная биологическая совместимость это срок жизни дерева это его морозостойкость он должен выдержать с помощью подвоя 50 минус а он при минус 20 погибает он даже свое родное это самое свое родное не выдерживает почему потому что привой подвой воспринимает привой как агрессор он наоборот уничтожает его и тут появилось несколько хитростей железа которые привели к тому что он не может уничтожить а потом появляются вот такие фотографии вот теперь можно делать выводы а сейчас все это цветет представляете как интересно жить а сколько у меня теперь учеников а сколько я разослал а в этом году вот количество вот этих увеличится в 10 раз со всей стороны жду результаты что-то будет у меня одно цветет вот этот самый наш друг антон валерьев софрода без которого не было бы ни одного гектара потому что я дурак дураком не скрывает его в этом деле так взял гектар несколько ну сколько может пять лет шесть лет назад крышу снесло связался с железом да вот а другие бы не начинали бы вот представляете огромная яма выкопает целый гектар и вот он у него теперь все цветет в Кемеровской области все цветет вот так вот а вот сколько таких примеров счет пойдет на сотни и я все жду ну хоть бы один скажет вы знаете выросли дикие яблочки выросли вот такие сливки вот как ногти выросли вот такие абрикосы груши или не обязательно такие ну груши несъедобные абрикосы значит это самое я имею ввиду из косточек и семечек абрикосы тоже несъедобные вот так вот но зато интересно жить ведь здесь тоже песня наполовину только это ну доживем до книги Диннесса вот вот это я вам привел пример это очень важный пример такой известный ботаник может быть очень плохим приватчиком вы понимаете и все а теперь представим себе что он вообще привать не умеет и таких полно они нанимают вот как здесь было слово подёсица и от этой подёсицы все результаты зависят у нас как стыковка с наукой я приваю Елена Александровна заматывает она привает я заматываю постраховка какая 200 процентов а потом вот такие чудеса вырастают видели вот теперь уже можно делать выводы здесь еще вот опять про дипломиру садоводы это как раз извините камушек не мной а этот Мичурин ваш камушек пора дипломиру садоводом понять что их цель этой учебности следовало бы и и воздерживаться от неуместных выражений все сегодня праздник я не буду вы поняли кого он имел ввиду ну ладно важнейший момент я пропускаю потому что здесь важнейшая тема следующая семинар начнут он важнейший от этого всего зависит надо будет сто процентов исключить летнюю осеннюю зимнюю обрет сто процентов и это теперь у меня Мичурин опять у двоих не может быть двое сойти с ума теперь я Мичурина нашел теперь я уберу к себе в эти напарники соратники понимаете и это наверное уже в следующий раз мое время заканчивается вопрос серьезнейший будете еще раз по-русски говоря сколько угодно опрыскивайте ничего у вас не получится ничего а я пропускаю доказательства из триллиона и триллиона опрысканных больных плодов веток листьев миллионными тонн ядохимикатов не вылечили ни одной ни одного ни одного вы попробовали бы сами вот вы учите других это делать девчата переходите на настрой завтра будете говорить опрыскивать бесполезно вы только травите почву до конца отравите может с этого яблока еще хоть половину можно что-то взять вы не даже не вздумайте бороться с этой паршет вот так должно быть но в следующий раз повнимательнее подольше вот вот это страшная тема страшные вузы негодный материал вот не тупиковая селекция госсоводное выживание водоперетомники госты забыты рынок знаешь что такое рынок вот все я все это пропускаю вот вот она летняя обрезка и смерть вот вот она летняя обрезка и смерть но это все потом вот на этом закончим смотрите итак еще раз прошлый раз я показал вот мои хорошие знакомы один из них мой близкий друг трое напечатали книгу вот это фотография она не их не она из интернета взята но удобно готовая она отражает их мысль что первый год отрезали второй год раз два третий год и наконец на шестой седьмой год а это уже дерево ну с размером свою баню да представляете да берем стремянку вот еще раз если доказательства я я схожу по саду не просто так я все вижу вот это вот проекция плоская да двухмерная а в трехмерной проекции если вот этому придерживаться раз два три четыре пять шесть семь восемь девять в общем порядка сорок пятьдесят веток отрезается а если ее брать в объеме то получается веток сто двести вот представляете все это отрезается только потому что книги авторитетные люди написали все это надо я пытался понять они даже пересеголяли Поливкину которая после этого вот после такого начинает наоборот заставлять теперь лишние ветки убирать потому что сильно загустили но у нее просто так сказать ну ее уровень кухарки вот а здесь все таки специалисты считают крупнейшие и вот когда они вот это сделали что я сделал я внимание я нахожу дерево вы кажется ну что собернул случайно здесь божья коровка так видите да это все кончики веток заметьте отрезается внимание кончайно кончики веток теперь я беру и лезу фото 2021 у меня это она плавно перешла 2022 здесь есть даты и вы сейчас увидите вот эту красоту смотрите внимательно здесь одно дерево потом экспертизу проведете и так вы видите божью коробку и кончик ветки внимание вы видите божью коробку вы видите это каждый раз новая фотография не шучу видите сейчас а это цветы они сейчас распустятся после этого снова еще две еще еще ничего не замечаете еще только плохо снял еще кончик ветки еще еще и не пошли коробку в каждой божья коробку в каждой каждой в каждой в каждой в каждой внимательно я ничего не выду вот нет плохо видно здесь тоже есть божья коробка. В каждой божья коробка. В каждой. Вот это начало лета. Теперь, после того, что вы видели, вернули сюда. Я одну фотографию выделил. Вот, что делается Берется А вчера было опять Вот я человека похвалил Замечательный человек, умница Специалист по мульчированию Умница невероятная Зовут Сергея А фамилии не было, я не виноват Сначала, видимо, была фамилия Вот так Но это одна тема А тут же другой Показывает, как он опрыскивает Дерево пустое, без единого Ну то еще весной Еще листиков нет, ничего Он его уже профилактически опрыскивает С кем он борется? Я смотрел, смотрел, честно, я не понял Но он считает, что так надо Он показал Что надо купить И при этом он добавил Кто усадьбу вчера видел Причем неделю назад показывал И опять повтор вчера Что он показал Вот этого товарища я снял Вот это вот, умница Мы на этом закончим сейчас Вот этого товарища Умница я снял Где он делся Ага, вот он Умнейший человек, да? Вот Успел Прямо с экрана У меня несколько таких фотографий А оттого Фотоаппарата по-другому не было Но он Показывал, как надо опрыскивать И учил, что для этого надо купить И расход-то резко уменьшил То есть Это будет очень выгодно Я смотрел, смотрел А ну какой черт Мне это надо Вообще опрыскивать, да? Ну Ведь что получается там, ребята? Это значит уничтожить Вот это все Здесь экологическое равновесие Здесь все схвачено Один советует Взять Все это уничтожить Защитника уничтожить А кто сказал, что после первого же дождя Который может завтра случиться Не прилетит Ну буквально с расстояния Трех метров Ну уже больше коровки прилетит нет А что он имел ввиду? От кого он защищал? Профилактика? На всякий случай То есть Купи это Купи то Купи яд Делать нечего А если в саду Десять, двадцать, тридцать Еще и отравишься И сам отравишься Их отравишь Почву отравишь Будущие урожаи отравишь А я-то ничего этого не делаю А у меня-то Знаете, какой будет урожай? Ну я еще там абрикосы Ну не дай бог Град там Бывало такое А яблони груши Плоды уничтожить невозможно У меня У меня будет опять проблема Девчата Ну выберите ее Продайте на рынке Не хотим Вот Помните сколько я раздавал И вот получается Что Совершенно бессмысленная работа Первая По уничтожению Защитников Я же их пересислил Это сколько Смотрите Они в каждом 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 Я пытался найти Где их нету Смотрите Я пытался найти Они везде Они везде Причем Как специально Заранее уже все определено Каждый уже Знает свое место Тут же их жизнь Тут же они занимаются Извините Расправлено Как называется Мягкое слово Размножением занимаются Тут же Вот Тут же Вот Объясните мне Пожалуйста На какой черт И опрыскивать надо Это раз И на какой черт Нужно вот это вот Отрезать Бессмысленно Бессисленное Количество Веток Вот Это мы Закончим С 7 или 8 Можнейших тем Причем Каждый раз Новая фотография Видите Вот Ну вот это Повторил Ну уж больно Ну куда Дальше Торезать Куда дальше Загущать Чем они Руководствуются Когда взяли Готовый Кто-то Когда-то Сто лет назад Сейчас же Фотографию Что нам Использовать надо Кто-то Когда-то Рисунок Взял Это же Не их рисунок Я его сто раз Видел И съел Книгу Побольше всего Написали Книгу Готово Можно зарабатывать Ну что это такое Куда дальше Загущать Каждая ветка Отрезанная Дает Три-четыре Побега С этого момента Уже не Загущать Надо Действительно Надо Читли Не осветлять Я правда Не советую Не загущать И не осветать Оставить Дерево Покое Ну все друзья Осталось Две минуты Ну может быть Какая-нибудь Важная тема А я сейчас Скажу Какая тема Важная То есть Ну то что Из меня сделали Этого самого Украина В релизу В релизу В релизу Абрикос Как персик Вот Вы думаете Они меня рекламируют Это них Обыкновенный Обыватель Который Я как бы Купил У них Саженцы И врач Вот такое чудо Я просто Обыватель Причем Не обязательно В Сибири Можете В сихшей Области Ну короче Саженцы Абрикос Поняли Да Вот она Эта самая Ферма Фамилия Гарденс Это значит Семейный Этот самый Ой боже мой Это мне Сукрая Написали Так Ну и еще Одну тему Чуть-чуть Затрону Чуть-чуть Затрону Вот Это все Это Сам Анатолий До встречи Гендарь Покажу Причем Я уже Постараюсь Даже Камилью Вашим Назвать Не буду Я сейчас Разговаривал С двумя Русскими Которые Живут В странах Назовем Это Европейских И Обе Сказали Чшш Вот Пока То что Вчера Мы спокойно Разговаривали Сейчас В ней Заговорим И Я боюсь Теперь После того Когда Наши Оказались Довольно Осторожными В европейских Странах То что На Украине Я боюсь С украинцами Говорит И сейчас Еще Гражданин Возинский Предложил Мне По 300 Рублей Не мне Сергей Продавать Санглс По 300 Рублей Это Бутынка Дерьмовой Водки Вот Берется Суррогатный Спирт Стоимость 10 Рублей Литра Разводится Водой Получается Бутынка Дерьмовой Водки По 300 Рублей То есть Понял Да 3000 Процентов Доход Вот Бутыл Говорит А почему Вы продаете По 1000 По 1,5 Какие мы Наглые Надо бы По 300 Ладно Об этом Через раз Поговорим Пытался бы Запорожец Продать Как Моршедес Или Моршедес По цене Запорожца Сразу Моршедес Долго Упекли Теперь Еще Еще раз Про это Нужен Всероссийский Эксперимент Лекарства Или продукты Из абрикосов Было Ток-шоу Несколько лет Назад Я у экрана Сидел Я очень Я не такой Уже Зазобетонный У меня не толстая Кожа Я сидел И плакал Там Ток-шоу Было У человека Было Страшное Опухоль Раковый Подробности Я забыл В этом Сидели Его родные И говорили Все Чтобы Выкупить Лекарства Дорогие Чтобы Спасти Ему Жизнь Скорее всего У меня Жилых И продали Квартиру Это Мыкались Понимаете Остались Ничем На улице И там Была Дама Которую Пригласили Она Была Член Комитета Государственной Думы По Медицине Ну так Я Примерно Я название Точнее Помню По Медицине По Здравоохранению Цент Комитета И она Глядя на них Говорит Чуть ли не Что это Сидят Чуть ли не Проходимцы Потому что Оказывается Во всей России Нет Ни от того Лекарства Которые бы Не проплатил Они выделили Это средство Государству И все На самом деле Они обманщики Их на самом деле Дорогие лекарства Оплаченные Государства Они должны были Просто идти И бесплатно Получать И это в то время Когда Моя теща Их в это В то время Полагали себе Бесплатные лекарства Вот это А их не было А я и покупал За деньги Потому что Смотрите По закону Бесплатные лекарства Это значит Что По закону Это значит Должны быть Обеспечить Люди Они льготники Они ветераны Это в самом Важаемом мире Люди Так А им говорят Вот и для лекарства Ну за деньги Платите И вы платили Надо же было Жизнь продать Старикам Вы платили То есть А в ток-шоу Все было наоборот Это Такие же проходимцы Как мы Я же не вы думал Что мы платили За лекарства Хотя полагались Бесплатные Вот И там люди плакали А эта Странная женщина Значит Говорила Все это вранье Все проплачено Пусть идут И берут От рака Бесплатные лекарства Вот это Вот мы с этим Солкнулись А Для меня Точит вот эта мысль Да Я рассказывал Там Что Ну вот Еще раз Значит Работает Не испытывает боли Температура Это много стоит Может его уже Живых нет Но Что-то Где-то Мои косточки Помогли Причем Абанджурцам Абанджурцам Можно вырастить Миллион Миллиард Вспомним Не закопать Косточки Вот И все пойдет И все Вся страна Покроется Абрикосами Понимаете Я буду рад Этому Что я спас Тысячу людей Почему Потом идет Этот самый Набирайте Значит Абрикосы Типа Там Следующее слово Там опухоль Или онкология И тут же выясняется Что в них есть Этот Б17 Специальный Препарат В этом Ну прямо Абрикосы Да И если его потреблять То может быть У кого-то Никогда не появится Этот самый Опухоль А кто-то Может быть Легче перенесет И все годы прожить Ну это-то Испытать надо Забить интернет Вот этими советами Б17 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 Ну кто-то Должен сказать Нет Все это чепуха Жрите вы Не жрите Эти Самые Абрикосовые Мякоти Жрите вы Не жрите Мы Люди Просто Я специальное слово Жрите Применил Жрите вы Не жрите Эти Самые Мякоть Не мякоть Это Ядышки От Косточек И все проверено Никогда этого не было Я это не выдумывал Он работает на даче Не испытывает боли Температуру Может быть Мы не спасли Может быть Мы жизнь прожили А может быть Тремя годами раньше Никогда бы Опухоли бы не было Ну кто-то Должен этим же Заняться И я пишу Нужен Всероссийский Эксперимент Лекарства Или продукты Из абрикосов Понимаете А это может быть Тогда Когда Ольга И когда Наталья Они уважаемые люди Они очень влиятельные Там На той странице Там Берут с чем-то подписчиков Нам нужно вот это Понимаете Не собачиться Что Ну хорошо Если мы были правы У меня Манжурцев Этот Самый Ученый Виднейший ученый Маулин Вырастил Мои косточки Манжурцев То есть Сеянцы Манжурцев И получил Культурные Культурные Я столько раз показываю Стоит еще раз показать Есть фотографии Есть его слова Есть его эти Доклад Есть его реферат То есть Вы уже тут не правы У вас получается Раскол среди вас Ученых Так Вы уже тут не правы Но теперь-то Означает Что у этих косточки Им цены нет А вы же мешаете Вот это Доводить до ума Мне поверят Тысяча А вам Миллион Скажут Вы же миллион Убедили Что это Мошенничество Ну Вот на этом Я заканчиваю Девчата Переходите Для начала Так Перестаньте Учить Опрыскивать Гнилые Больные Деревья Потому что Вылечить их Невозможно Раз Перестаньте Эти самые Говорить Отрежьте лишние ветки И оно Опять оздоровится Вы просто добьете Его Два Вот такие вещи Ну и остальное Мы с вами проходили Вот Все На этом Тут у меня еще Столько тем Вот пожалуйста А нет Книга 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 Ну всего Семь лишних минут Говорим Содержание Ценнейшее Книга называется Тайны плодовых деревьев Это то О чем мы сейчас Говорили Но все таки Знаете чем Хороший текст Там уже нет воды Как сейчас Я уже два часа Там уже столько воды нету Кому-то больше понравится Взять книгу И прочитать Я сам с экрана Ненавижу читать Книги присылают электронные Ни одну не открыл И сразу связь начинает течь Я с трудом выдерживаю Вот это То что провожу вебинары А книгу Я потом беру У меня в туалете Книга лежит У меня лежит книга Это самое На кухне У меня лежит книга На диване У меня лежит книга В автомобиле Каждую свободную секунду Останялся на пять минут Открыл книгу Поняли, да? И вот эта книга Ей цены нет Вообще Это памятник Рукотворный Железов Я Извините Что я сам себя хвалю Отважен Не дождешься Называется Садоводство Для избранных Судьбой Красивое название Избранных Судьбой Тайны плодовых Деревь Она еще готовится Я сегодня Разговаривал с Троценкой Тысяча семьдесят Набрано Но цены В два раза Подскочили На это На печать Вот И уже Вы могли бы Запустить ее Еще деньги Нужны деньги Отправляю вас Павлу Троценко Сотрудничать с ним Вот его объявление Собираем средства На печать Новой книги Садоводство Для избранных Судьбой Книга будет Т-т-т-т-т Содержание Приложено Ранее мы Спешно издали Две книги Они уже Ретеном стали Вот Кстати Я Последнюю книгу Отправил С меня уже Четыреста Слупили Рублей Нифигна зарабатывать Не удается Приходится Доплать С своего кармана Вот Вот это Вот это Вот В общем Хотите эту книгу Ее тоже Много Эземпляров Не будет Поэтому Свяжите С Троценко Телефон Вот Кибербанк В общем Занимайтесь Кому надо И еще Я уже Своё Последнее Ой Сколько тут Интериум А вы представляете У человека Было Ну как Вот Ну не могу Я остановиться Как вот Он взял Присыл Фотографию У него Пошли Мои Эти Абрикосы Потом Раз Минус Десять И замерз И что Вы думаете Вы вместе Расстроились Я переживаю Близко к сердцу Мне надо Чтобы Все 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 Получалось И они Все Которые Пусть Погибнет Еще раз Купят Расстроились Мы оба Чуть Они Плакали Проходит Время Внимание Внимание Вот он Мертвый Росток А я Ему Сказал Я говорю Давай Брат Подождем Потерпим Еще Немножко А вдруг Если Годовалые Там Другодовалые Бывают До самой Из земли Мертвые А потом Из земли Влазит Представляете Вы Немножки Пошли Внимание Внимание Вот Ну а дальше Я хочу Вольше Сказать Я Предложу Ре Александровне Все Таки Немножко Меня там Знают Благодаря Ей Так В Красноярске И я Попросил Чтобы Она Вела И Заручилась Поддержкой Своей Руководителя Доктора Наук Вот И Обратилась К ректору Мой сад Требует Внимания Науки Сколько Можно Это Не все Такие Как Ложь Мошенничество Вот Женаука Это Особый Год Это Конец Первого Этапа То есть Когда Можно Сказать Что Новое Садовольство Состоялось И Вот Я Прошу Чтоб Она Напросилась Быть Куратором Моего Сада Она В нем Уже Все знает Она В нем Каждый Это Вот У нее Саженцы Растут Которые Месте Они Цветут Во всем Вы потом Видите На них Плоды Вы что Это Будет Это Молодежь Она Расшатана На средственность То есть Все наоборот Не бояться Расшатаны Что Такое Расшатан Может быть 30 грамм А может быть 150 Вот В этом Интересно Пожалуйста Напроситесь Идите К ректору Ну не Сержи Ведь Вы же Правда Вы были Тогда В агромниверситете Вам Разрешили У Железова Пройти Практику А ведь Он Никто Звать Никак У меня Единственная Дворность Это Фермер А фермер Это Где-то Между Этим Дворником И Этим Самым И Сантехником Ну По Социальный Статус Пожалуйста Гректору Скажите Надо Это Все Курировать Надо Все Отслеживать И Это Должна Быть Главной Работой Ваша Ну Дальше Я Продолжу На Следующем Вебинаре Еще 50 Дней Осталось 60 Ждать Урожая Полного Так Ну 70 Дней Есть Время Подумать Как Сделать Чтобы В моем Саду Были Не Просто Это Ходили Смотрели А Чтобы Сад Был На Изучении Чтобы Это Стало Частью Работы Не Лично Ваши А Ваши Университеты Вот Что Вот Это Я Хотел Еще Отметить Вот Любовь Вот Это Я Понимаю Ученые Помните Там Было Сказываю Что И Каждый Этот Ученый Умеет Перевать Пожалуйста Сладкая Парочка Железа Солить Смотрите Что За Один Год Просто Теперь После Этого Все Это Мало Подумаешь 100 Грамм Подумаешь 110 Грамм Вот Что Я Хочу Мечтать Не Вредно Я Хочу Чтобы Оли Гриста Была Официальным Куратором От Сибирского Государственного Университета Науки И Технологий Имени Решетникова Вот Он Как Звучит Официально Вот Ну а дальше Новая тема Новая тема Единственное Что я Еще Хотел Показать Еще Столько Всего Сколько Всего Вот Моя Книга Записки Что Я Хочу Сделать Я Вам Разослал 10 Семен Сотни Семен Подарки Целыми Банками Опустошал Сейчас Я Хочу От Вас Всего Друзья Те кто Меня Видите Кто Меня Слышит Я Собрался Записать Эту Книгу В виде Аудио То есть Своим Языком Вот Знаете Такой был Андронников И вот Александр Алексеевич Ребрик Главный Редактор Вестника Содорода Сравнил Меня Не только С Солдаков Содориным А по Разговорной Речи Сравнил Меня С Андроником Андроник Был Самый Главный Литератор Аудио В России Рассказы Андроник Я слушал Заслушался Перебрик Знает Он Меня Сравнил Я хочу Перевести На звук Вот эту Свою Особую Книгу Она Особая Вот Она Важнее Ничего Не бывает Третья Книга Такая Особая Вот Там Просто Где-то Глубже Где-то Новое Доказательство Где-то Новое Открытие У них Много Спорос Вот На неделе Могу По открытию Давать А здесь Получается Что Мне для этого Понадобится Полчасовых Фильмов Сделать 20 30 Может 50 А я За каждый Фильм Плачу Девочки Студентки Самые Скромные Которые Кроме Стипендий Ничего Нет По 200 Рублей И вы Видели Какое Количество Этих Фильмов Вот Здесь Вот 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 Здесь Вот 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 Видите Последний Фильм Зеленый Завсовений Теперь Месяц Наука Это Ее Работа И еще Много 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 Так Вот Мне Нужно Сейчас Время Такое Что Я Заработал Такое Право Попросить Помощь От вас Не Тысячи 50 100 Рублей Ну 200 Потому Что Это Не дороже Там Чем Стакан Водки Вот Я Решу Так Утирую Дело В том Что Мне Нужно Собрать Такое Количество Дельник 30 30 20 И тогда Эта Книга Будет Вот Здесь Вот Вот Здесь Она Будет Вот Уже В виде А это А знаете Почему Я Мог Я Этого И не Делал Тут Понимаете Сколько Килов Это Наверное Скоро Будет Скоро И Будет 3000 Вот Ну Это Она Книга Это Особая Друзья Она Особая Вот Эта Книга Особая Вот Я Вдруг Вдруг Беру И Читаю Оказывается А у нас Не в современном Молодежстве Оказывается С тех пор Как появилось Вот эти Самые Рассмотры В этих Как Вот Эти Вот Молодое Поколение Больше Считать Не Будет Никогда Это Было Сказано На полном Серьезе Это Исследование Ученых Они Будут Только Слушай Играет Канал Себе Ладно Это Лучу Записок У меня Переди Лето А у меня Ни копейки Находа Про Витанси Вот А в Раскопе Есть Потому Что Я Поддерживаю Как и Поддерживал Детей Вросок И Стариков И Пенсионеров Виталят То есть Этих Самых Инвалидов Вот Запас Итает Я Буду Перевести На Такие Фильмы Пол Совые Вот Если Вы Ещё Подкиньте День Ещё Раз Не прошу Тысячи Я Прошу Сисли Совести Почему Потому Что Я Перед Этим Разоснал Десятки Три Семь Подарок Погляйте А дальше Я пишу Скиньтесь Граждане По Копеечке Копеечек Современный Это 50 300 Рублей Равняется Российской Копеечке Советской Всё Заканчиваем Высказался Немножко Время Затянул И Сейчас Мы С Вами Будем Переходить Вебинар И Ура Пятиминутный Перед Редактор субтитров